Большинство людей не получают достаточное количество физической работы, и поэтому у них плохое здоровье. Здоровье — это свойство жизни. Если вы позволите жизни функционировать на полную, она будет здоровой. Поддерживать здоровье можно только, задействуя это тело. Чем больше вы его используете, тем лучше оно становится. Есть история про молодого врача. Как-то раз он отправился к своему старшему коллеге и сказал, что никак не может поставить диагноз для одного из своих пациентов. Тогда старший врач спросил его, «Говоришь, у пациента нервозность и рвота?» «Да, но я не нашел какой-либо причины для нервозности и рвоты с точки зрения медицины», — ответил врач. Тогда старший врач предложил, «Спроси его, играет ли он в гольф. Если играет, тогда скажи, чтобы прекратил. Если нет, тогда скажи, чтобы начал. И у него все пройдет. Со здоровьем так. Правда? Некоторые люди работают слишком много, и поэтому у них плохое здоровье». В наши дни большинство людей не получают достаточное количество физической работы, и поэтому у них плохое здоровье. Если бы вы жили на этой планете 200 лет назад, вы бы выполняли по крайней мере в 20 раз больше физической активности, чем вы делаете сейчас. В этом нет сомнений, не так ли? Вы бы пришли сюда пешком, все бы делали своими руками, вы бы делали как минимум в 20 раз больше, чем сейчас. или даже, пожалуй, в 100 раз больше. А некоторые из вас и в 250 раз больше. Если бы вы выполняли так много физической активности, я бы сказал вам, сделайте перерыв, отдохните немного. Сейчас же тело практически не используется. Поддерживать здоровье можно только, задействуя это тело. Когда мы говорим здоровье, мы говорим о физическом здоровье. Нужно использовать это тело. Чем больше вы его используете, тем лучше оно становится. Несколько лет назад, когда нас было еще не так много, я повел всех в поход. А за шесть недель до этого пропал военный вертолет, вылетевший из Мангалора. Все говорили об этом, не зная, насколько это правда, но говорили, будто на его борту были важные документы, и все в таком духе. На борту того вертолета было четыре возокопоставленных офицера, три старших офицера и пилот. Этот вертолет разбился в джунглях. Западные Гаты — это горы, покрытые совершенно непроходимыми джунглями. Военные не смогли найти этот вертолет за шесть недель поисков. Там стал лагерем целый армейский батальон. Военные прочесывали джунгли, чтобы найти этот вертолет и спасти то, что от него осталось. Целый батальон вооруженных солдат стал там лагерем. Человек 200 и 250. И они прочесывали джунгли на протяжении шести недель. Мы подошли к этому лагерю. У нас были определенные проблемы с приготовлением еды, потому что шел проливной дождь, а мы шли целый день. Так что мы решили зайти в армейский лагерь, напроситься в гости, потому что оттуда вкусно пахло едой. Настоящую цену еде можно узнать только когда используешь тело таким образом. Если вы прошли 20-30 километров за день и ничего не ели, то к концу дня вы начинаете ценить пищу по-настоящему. Итак, мы пришли в этот лагерь. Капитан, старший офицер в лагере, был очень великодушен. Он приветствовал нас и был нам очень рад. И один из сержантов в индийской армии их называют Хавалдар. Хавалдар. Этот парень посмотрел на нас и спросил, «Какова цель вашего похода?» Мы ответили, «Мы идем просто так. Нам нравятся пешие походы». Он просто не мог в это поверить. Просто так? Мы здесь уже шесть недель и просто ждем не дождемся, когда этот кошмар наконец закончится. Каждый день нам приходится проходить по 20-30 километров в поисках этого чертова вертолета, который мы никак не можем найти. А вы ходите просто ради удовольствия? Он просто не мог нам поверить. Как это вообще возможно, чтобы люди ходили ради удовольствия? Ведь получаешь мозоли на ногах и все такое. Он просто не мог в это поверить. Он не понимал, что вся та физическая нагрузка, которую он получал в армии, поддерживает его здоровым и в хорошей форме. Он не понимал этого. Так что... Одна из простых составляющих здоровья заключается в том, чтобы просто использовать тело. Если вы используете тело в должной мере, тогда у него есть все необходимое, чтобы создать для себя здоровье. Можно ли сказать, достаточно ли делать только это, и все будет замечательно? Я бы сказал, что если бы мы физически использовали наше тело настолько, насколько это необходимо, тогда 80% заболеваний на этой планете просто бы исчезло. 80% останется 20%, из которых половина. Это следствие неправильного питания. Если изменить пищевые привычки, то и эти 10% тоже исчезнут. То есть останется только 10% заболеваний. У этих заболеваний есть множество причин. Одни кармические, другие атмосферные, есть и другие аспекты, происходящие в системе, над которыми можно работать. Если 90% всех больных людей станут здоровыми, просто начав использовать свое тело и правильно питаться, тогда с 10% мы сможем легко справиться. Но в наши дни существует так много больных людей, потому что мы либо плохо питаемся, либо питаемся очень хорошо и не используем свое тело в должной степени. помимо этого, в жизни есть и другие аспекты. Если упростить, по мере того, как вы тренируете свое тело, если вы будете делать вот так тысячу раз в день, просто будете делать так тысячу раз каждый день, то через месяц вы увидите, насколько хорошо начнет работать ваша рука. Только это. Просто сидя на месте, делайте так тысячу раз в день. Через 30 дней вы обнаружите, что ваша рука будет функционировать просто замечательно. Если вы проделываете то же самое со своими мозгами, через месяц они тоже начнут прекрасно работать. Если вы сделаете то же самое с сердцем, оно тоже начнет работать хорошо. Если вы будете делать то же самое со своими жизненными энергиями, они тоже будут работать прекрасно. когда все это вместе работает как следует, это и есть здоровье. Поэтому вам просто нужно использовать свое тело, ум и энергии. Если эти три вещи будут получать достаточно нагрузки и пребывать в балансе, тогда вы будете здоровы. Однажды, это было очень давно, тогда я проводил еще только вторую или третью по счету программу Бавас Пандана. Здание, в котором проводилась программа, было спроектировано так, что нужно было постоянно подниматься и спускаться по ступенькам. В один из дней я просто посчитал, сколько раз я поднимался и спускался. Я проводил сессии, но в то же время занимался организацией кухни и много чем еще. В тот день я поднялся и спустился по лестнице 125 раз. И в конце программы я чувствовал себя очень здоровым. Я уверен, что многие из вас, если вы волонтерили на Бавас Пандане, вы стали очень сильными и здоровыми. Неожиданный взрыв активности может свалить вас с ног. Но если вы органично встроите активность в свою жизнь, физическую, ментальную и энергетическую активность, если вы привнесете активность во все эти аспекты, вы станете здоровыми. Ваше тело работает отлично, ум работает отлично, и ваша энергия поддерживает тело и ум, чтобы все шло как надо. это и есть здоровье. Жизнь течет полным потоком. Вот что такое здоровье. Здоровье — это не какая-то концепция, это не медицинский термин. мы становимся все более зависимыми от медицинского сообщества и медицинских знаний, потому что мы ведем очень нездоровый образ жизни. Такого еще никогда не было в мире, чтобы медицина приобретала такое же значение, как сегодня, просто потому, что мы ведем все более и более сидячий образ жизни. Поэтому мы становимся все более и более больными. То, что делал 60-летний сто лет назад, в наши дни не под силу 20-летнему. Это значит, что мы просто ослабляем человечество. Через какое-то время мы просто станем дегенеративным человечеством. Так что нужно использовать тело. Вам не нужно изобретать здоровье. Здоровье — это не ваша идея. Здоровье — это жизнь, которая происходит как следует. Если жизненные процессы протекают должным образом, тогда это здоровье. Здоровье — это свойство жизни. Если вы позволите жизни функционировать на полную, она будет здоровой.